Ливневый снег спрогнозировали синоптики на несколько ближайших дней. В ночь на 13 января на улицах города работали 102 единицы спецтехники, 46 кдм расчищали проезжие части, 20 тракторов подметали тротуары, еще 7, 1 спецпогрузчик и 20 самосвалов снег с обочин вывозили. Дорожники использовали 225 тонн смеси соли и песка и 7 тонн твердого реагента. Кроме того, рельсы расчищали два трамвая со щетками и отвалами. Сообщается, что ежедневно на расчистку пешеходных дорожек в скверах и парках выходит спецтехника городского центра по благоустройству и озеленению. Достаточно ли имеющегося арсенала специализированных машин, узнаем по завершении снегопадов. Напомним, в конце прошлого года городадминистрация объявляла аукцион на приобретение техники для борьбы с последствиями непогоды. В школах областного центра проверяют качество горячего питания. Одним из признанных лидеров является 76-я школа, неоднократный участник конкурса «Здоровые города России» и победитель номинации «Лучшая программа по здоровому питанию». В школе у нас создана комиссия общественная по контролю за питанием. Туда входят родители, поэтому каждый родитель активный, желающий понаблюдать за тем, как дети питаются и чем их кормят, может войти в состав этой комиссии. С 10 января 2022 года цена на обед учащихся изменилась. Для школьников первых четвертых классов 99 рублей и 61 копейка, для пятых-одиннадцатых – 100 рублей. В управлении образования города повышение объясняют удорожанием продуктовой корзины. До 31 января открыт прием заявок на всероссийский конкурс «Учитель года». Муниципальный этап стартует 16 февраля. К участию приглашают педагогов со стажем не менее трех лет. Победители и призеры представят свои учебные заведения на областном этапе. Победитель прошлого регионального этапа Алексей Соколов вошел в топ-15 учителей страны по итогам всероссийского уровня конкурса.